Не топчись по моей могиле Эта история произошла весной на кладбище 2013 года, где покоятся мои бабушка с дедушкой, ветераны Великой Отечественной войны. «Дедушка умер еще до моего рождения, а потому я бывал на том кладбище с самого детства. В принципе, неплохо ориентируюсь, хоть оно и большое. Никаких жутких ассоциаций с этим местом у меня не было, да и сейчас нет. В общем, той весной я впервые в жизни оказался там один. С утра приехал, навел порядок, посидел минут десять, да и направился к выходу. Выходов с кладбища всего два, со всех сторон забор и к тому же непроходимые заросли кустов и деревьев. Мне нужно было преодолеть несколько поворотов, выйти на центральную дорогу и по прямой пройти к выходу. Не знаю зачем, вроде бы никуда не спешил, но решил я сократить дорогу. Там довольно много тропинок, петляющих среди могил. Тропинки узкие, но вполне проходимые. Зная направление, я выбрал дорожку и свернул на нее. Брел я довольно долго. По ощущениям, уже давно должна была показаться центральная дорога. Однако тропинка так петляла, что я легко мог потерять направление. В принципе ничего страшного, рано или поздно выход найдется. Просто я корил себя за оплошность и потерянное время. Брел я по тропинке все быстрее. Временами приходилось обходить памятники, которые слегка выходили на дорожку. Спустя еще минут пять я делаю очередной шаг. В одну секунду случилось жуткое помутнение. Вас никогда не било током. Если такое бывало, то представьте, как электрический ток проходит через все тело. То, что я почувствовал, конечно, только отдаленно напоминало прохождение электричества по телу. Но из всех известных мне ощущений, самым похожим было оно. В глазах у меня стало темно. Слух тоже отказал. И каким-то образом меня отбросило назад. Зрения и слух восстановились, трясти перестало. Ну, в общем, да. Оказалось, что я наступил прямо на саму могилу. Однако ее совсем не было видно. Только если присмотреться хорошенько. С первого взгляда было видно, что она заброшена. Год захоронения на старом памятнике – 1949. С выцветшей фотографией на меня смотрел мужчина лет 50. Дату рождения разглядеть не смог. Я не могу понять и тем более описать, почему так вышло. Но, глядя на фото, в моем мозгу сама собой появилась фраза «Не топчись по моей могиле». Не настаиваю. Игра воображения более правдоподобна. Но тогда я решил, что нужно извиниться. Я мысленно произнес «Простите». Это как-то на автомате произошло. Затем достал из сумки тряпку, которой протирал памятники бабушке с дедушкой, и начал оттирать табличку с именем. «Еще в детстве меня бабушка научила короткой молитве за погибших. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего. Здесь надо вставить имя погибшего. Прости ему все согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное». Вот эту молитву я и прочел, когда отмыл табличку с именем. Погибшего звали Федор. Затем я взял свою саперную лопатку и попытался сделать насыпь, чтобы могилу было видно. Потом я обложил насыпь камешками. «Ну вот такое вот приключение. Мои знакомые говорят, что это жутковато. Но знаете, мне нет. Мне очень жаль забытых усопших. Говорят, что они могут молиться за своих потомков, а вот потомки их забывают. Да, и кстати, оголенных проводов возле могилы не было». Смерть за собой привела. Эту историю я услышала от маминой подруги. Далее расскажу от ее лица. «Произошло это зимой 2010 года. Я возвращалась с работы. Была пятница, короткий день. Отпустили нас часа в два дня. Еду в метро. Мыслей особо никаких нет. Поскорее домой добраться хочется». «И тут как будто что-то неведомое. Даже не могу объяснить, с чего меня дернуло. Но вместо того, чтобы ехать домой, я поехала на кладбище в Митина. Еду как на автопилоте. Доехала до кладбища. Зашла. Побродила немного. Зашла на могилу мамы. Сколько я там пробыла, точно не помню. Но выходила с кладбища, когда уже начало темнеть. Только вышла за ограду и как будто проснулась. Смотрю и думаю, что я там забыла в пятницу после обеда. Но значения особого не придала. «Доехала до дома и вовсе забыла об этом. Ну была и была. На следующий день поехала к своему брату в гости просто так. С утра позвонила ему, мол, давно не виделись. Он вроде обрадовался. Просидели мы с ним целый день. О жизни болтали. Детство вспоминали. В общем, не сидели мы так лет десять точно. Так только по праздникам собирались. Про свою поездку на кладбище я ему ничего не рассказала. На следующий день с утра раздается звонок. Звонит брат. «Светка, ты кого вчера с собой привела? Что за чертовщину?» «Я в шоке. Брат атеист еще тот. Бывший подводник. Единственное, это последние года три, после того, как уволился со службы, начал пить хорошо. Вот и подумала, что напился после моего ухода и белочка пришла. А он мне выдает. Ты ведь ездила на кладбище в пятницу. Сижу, думаю. Откуда узнал? Может, я ненароком брякнула? Да нет, вроде». «Говорю, нет, не ездила. С чего ты взял? Врешь, Светка. Знаю ведь, что ездила. Она врать не будет. Кто она? А сама будто не знаешь, кого притащила с кладбища. Приезжай и забирай ее обратно». «Думаю, ну точно напился. А теперь белочка. Правда, откуда про кладбище узнал?» «А он продолжает в трубку орать. Что она спать ему не дала. Все смотрит на него. Даже сейчас смотрит». «Он еще много чего орал в трубку. Но я особо уже не вслушивалась, так как окончательно решила, что пьяный. Разозлилась на него и наорала. Мол, перезвони, когда проспишься». «Но ни вечером, ни на следующий день звонка не было. Я вышла на работу и как-то начала забывать наш разговор. Значения я этому ничему не придала. Но в пятницу, то бишь ровно через неделю, звонит мне соседка брата. Свет, Сережка уже третий день из квартиры не выходит. Дверь не открывает. Телефон недоступен». Пообещала ей вечером приехать, навестить его. Но если честно, я думала, что он вообще в конкретный загул куда-нибудь ушел. «Приехала. Дверь открыла своими ключами. В квартире бардак. Посуда вся валяется разбитая. И запах стоял. Жуткий такой. Пройдя в комнату, я увидела брата, лежащего на диване. Мертвого. Умер он во вторник по медицинскому заключению. На похоронах я рассказала родственницу историю с кладбищем и с последним звонком брата. На что родственница мне ответила. «Видимо свет смерть ты с собой привела». Мертвый парень помог опознать убийцу. Произошло это в 2011 году. Подруга с работы рассказала, что ее бывший молодой человек, с которым она когда-то в дикой молодости гуляла, умер. Катя, подруга, была в шоком состоянии и все твердила, что сам он не мог. Его кто-то убил. Когда я стала расспрашивать ее о его смерти, она сказала, что причиной смерти стала асфиксия. То есть он якобы поехал с друзьями купаться. Они выпили, и он пошел в воду, а потом утонул. Но Катя как-то не верилась в это. Потом были похороны. Катя после них сказала, что ее догадка подтвердилась. Антон лежал в гробу весь в синяках. Такого не бывает, когда тонешь. Не было на похоронах и тех, с кем он ездил купаться. Прошло пару дней. Катюшка решила сходить к Антону на кладбище и позвала меня, так как одна боялась. Мы купили венок, конфеты, сигареты пошли. Долго плутали, потому что Катя совсем не помнила, на каком именно ряду его могила. Тогда я встала и говорю, давай попросим Антона помочь нам, пусть покажет нам, где он лежит. Мы вслух попросили его и пошли дальше. Не прошли и пяти метров, как я увидела свежую могилу, усыпанную венками и цветами. Это оказалась могила Антона. Катя положила венок, конфеты и пару сигарет. Постояли мы с ней, поговорили о том, какой он молоденький и красивый. И тут Катя говорит, Антон, я не верю, что ты сам утонул. Покажи мне, кто это сделал. Дай какой-нибудь знак. Постояли, покурили и собрались уходить, но не успели отойти и пару шагов, как увидели, что к могиле идет какой-то парень. Катя поздоровалась с ним, и я поняла, что они знакомы. Парень был высокий, очень худой. На нем были черные очки, хотя уже вечерело, и просторная рубашка, прям на несколько размеров больше, чем нужно. Видно было, что он не ожидал здесь увидеть кого-то, тем более знакомых. Они с подругой разговаривались. Оказывается, он пришел сюда помянуть Антона, и сейчас подойдут еще и другие парни. Я в разговоре не участвовала, просто стояла в стороне, смотрела и слушала. Тут этот парень начинает говорить, что именно он вытащил Антона, когда тот начал тонуть. Типа тот еще был жив, отплевывался водой, но когда приехала скорая, он уже умер. Смотрю на подругу и понимаю, что она не верит ни единому слову. Я начинаю торопить ее домой, говоря, что уже вечер, а нам домой идти далековато. И тут она спрашивает своего знакомого, мол, чего это ты в очках. Тот смутился и начал что-то говорить про лопнувшие сосуды в глазах. В это время он поднял руки, чтобы опереться об ограду Антона, и вдруг его рубашка совершенно непонятным образом рвется по всей спине от воротника до поясницы. Он чуть не подпрыгнул от неожиданностей, а мы вообще выпали в ступор. Он начинает крутиться вокруг, пытается посмотреть, что произошло. Снимает очки, чтобы получше разглядеть, и мы видим фингал под глазом, который он скрывал. Парень был худой, как скелет, и рубашка просто болталась на нем, и никак она не могла так порваться. Я еще поняла бы, если бы рубашка была в облипку, чтобы он так напрягся, что ткань не выдержала. Мы чуть ли не голопом оттуда убежали, потому что поняли, Антон показал нам своего убийцу. А я ищу Эту историю поведала моей бабушке женщина, которую она встретила на кладбище в 2004 году. Женщина, назовем ее Зоя, убиралась на соседней с могилами, моих прабабушки и прадедушки могиле, в которой покоился ее муж. Сейчас уже точно не сказать, как завязалось общение между Зоей и моей бабушкой, да и особой роли это здесь не играет. В общем, разговарившись с бабушкой о житейских проблемах, о своей жизни и жизни ее покойного мужа, Зоя поведала бабушке такую не совсем обычную историю. Далее будет рассказ от ее лица. Муж мой при жизни был человеком общительным, веселым, компанейским. Ну и что уж тут греха таить, любил иногда сходить налево. Я любила уж его сильно, измена ему прощала. Да и не считая это его вредной привычки, в остальном мой Ваня, назовем его так, был практически идеальным мужем. Дожив до своих 60 лет, Ваня мой был здоровым, крепким мужчиной. Выглядел превосходно. Окружающие еще шутили, мол Ваня наш до 100 лет доживет спокойно. Да и я в это охотно верила, глядя на муженька. И вот снится мне однажды такой странный сон. Стою я где-то в незнакомом лесу, вокруг ни души, тишина гробовая. И тут выходит из-за дерева женщина. Лицо мне ее ярко запомнилось. Женщина не молодая, примерно моя ровесница, то бишь около 60 лет, но красивая. На меня она внимания никакого не обращает. Бродит вокруг, будто ищет кого-то. Ветки деревьев руками разводит. Тут я ее и спрашиваю, мол что она тут делает, на что-то отвечает. А я ищу, я ищу. И тут на меня какая-то неоправданная ярость находит. И я кричу ей, нечего тебе тут искать, а ну-ка уходи отсюда быстро. На что женщина смотрит на меня, улыбается хитрой улыбкой, а затем продолжает свои сосредоточенные поиски. Тут я проснулась. Вдумываться особо в этот сон не стало. Но сон и сон, мало ли что присниться может. И не такая белиберда снилась. И вот вечером этого же дня мой Ваня внезапно умер. Буквально за секунду. Причина смерти инфаркт. Повторюсь, муж мой был человеком совершенно здоровым. Занимался спортом. Не пил, не курил. Питался правильно. И тут вот так внезапно скончался в таком еще не очень старом возрасте. На похоронах случилось самое интересное. Выкатилось у меня из рук мое обручальное кольцо, которое я от нервов сняла с руки и крутила в руках. Я побежала за ним. И вот я подняла кольцо, взглянула на могилу, возле которого она остановилась, и остолбенела. На надгробии свежей могилы, находящейся перед могилой моего Вани, была фотография той самой женщины из сна. И дата смерти на два дня раньше моего мужа. От волнения у меня даже голова закружилась. Ярко вспомнился тот самый сон. И эта женщина, находящаяся в поисках чего-то или кого-то. Так неужели она все-таки нашла? И неужто моего Ваню? Ночные игры среди могил В детстве мы с мальчишками, где только не играли. Были у нас и шалаши на болоте, и домики на высоких деревьях, и клады с пустяковыми вещицами, прикрытые стеклышками. Но хотелось все больше приключений, и мы придумали испытания на храбрость. Нужно было ночью одному сходить на кладбище и принести что-нибудь с могилы, которую выбирали заранее, ну там цветок какой-нибудь или конфету. Я боялся жутко, но как можно было срамиться перед друзьями? Поэтому придумал, как мне тогда казалось, ловкий ход. Выбрали могилу недалеко от входа. Мне ночью нужно было принести с нее круглый небольшой камень, который лежал у пирамидки. Когда еще было светло, я сбегал за этим камнем и положил в кустах возле входа. Пусть думают, что я там был. Как и договаривались, ночью идти должен был я. Немало не испугавшись, подошел к воротам и шмыгнул в кусты. Камень нашел быстро. Стою, выжидаю время. И вдруг чувствую, что этот камень у меня из рук кто-то силой вырывает. Рядом никого нет, только холод какой-то меня с ног до головы охватил. Остолбенел, ноги к земле приросли. Было не так уж и темно. Я мог бы увидеть хотя бы фигуру человека, но не видел. Зато слышал шаркающие по траве шаги. Сколько прошло времени, не знаю. Очнулся от голосов друзей, которые меня искали уже на кладбище. Сами перепуганные нашли меня сидящим на земле в тех самых кустах. Я четко помнил, что со мной было. Все рассказал, как на духу. Мне поверили сразу, потому что мальчишки тоже слышали эти шаги, хотя находились на приличном расстоянии. Что с нами было, не передать. До деревни бежали, не разбирая дороги, спотыкаясь о кочке. И всю дорогу слышали звук этих жутких шагов. Причем слышали не позади себя, а со всех сторон. Долгое время отсиживались по домам. Но мальчишеское любопытство взяло верх. Пошли посмотреть на ту могилу. Камень лежал на том же месте, откуда я тогда его взял. Но трава вокруг была истоптана так, что даже пожелтела. С тех пор никогда нам не приходила в голову мысль о таких вот запретных играх. Ну как вам истории, друзья? Если понравились, просьба не забыть поставить лайк в качестве поддержки и подписаться, если еще этого не сделали. А самые новые видео, которые не вышли на ютубе, я выкладываю на своем бусте. По желанию вы можете оформить подписку на истории как в видеоформате, так и в аудиоформате. Все нужные ссылки вы можете найти в описании под этим видео. Жду вас на бусте, где можно не только смотреть и слушать страшные истории, но и задавать мне интересующие вас вопросы или просто персонально общаться.